Привет всем, кто любит спорт! В эфире программа «Мастер спорта» в студии Вячеслав Ильин. Россия – спортивная держава, начиная с 2009 года. Это доказывает проводимый на территории нашей страны международный форум. Нынешний девятый по счету прошел в столице Татарстана. Событие знаковое не только в мире отечественного, но и планетарного спорта. Так что вдохновленные девизом «Территория спорта – территория побед» мы отправились в столицу Татарстана. Для столицы Татарстана нынешний форум был уже вторым в 2009. Именно Казань дала старт России как спортивной державе. За 12 лет форум побывал в 8 городах, в том числе и в Чебоксарах в 2014. За это время он прочно завоевал позиции площадки для обсуждения ключевых вопросов развития спортивной отрасли. На нынешнем главенствующей была тема достижения национальной цели – вовлечения к 2030 году с помощью объединения ресурсов государства, некоммерческих организаций и бизнеса в систематические занятия спортом 70% граждан России. Тактику решения стратегической задачи обсуждали более 2,5 тысяч как российских, так и зарубежных аккредитованных специалистов. Задача поставлена. И мы попытаемся рассказать о том, какие пути решения увидели мы через объектив нашей видеокамеры. В Казань мы прибыли в составе рабочей группы директоров и руководителей спортивных школ «Столица Чувашии». Так что первое интервью было о планах. Международный форум «Россия и спортивные жанры» определяет вектор спорта нашей страны. И такие мероприятия нужны, чтобы люди встречались, общались, делились опытами своими. Еще до официального открытия работы начали круглые столы и панельные дискуссии. Найти главенствующую на утро тему не составило труда. Перечень титулованных модераторов привел в зал, где обсуждался вопрос реализации федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования. В числе участников был и президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, для которого наша республика не чужой дом. Регион, который очень динамично развивает, у нас там прекрасный президент Федерации, герой России Николай Федорович Гаврилов, совместно с главой борцовской общественности, очень прекрасные перспективы и настоящие уже, и в том числе без спортсменок. Без спортсменок. Чуваши уже сегодня не формируется ни одна возрастная команда сборной России. Это прекрасные результаты, которые добиваются энтузиасты, профессионалы, которые работают, люди любящие, влюбленные в этот вид спорта, чувствующие и понимающие свои ответственности, самое главное, перед настоящим и будущим. Поэтому, конечно, у нас есть что обсудить. Добрые слова от вице-президента Объединенного мира борьбы придали нам дополнительный импульс. И указали вектор нашего движения на форуме. А он направил нас в спортивно-выставочный парк, который был развернут на территории в 20 тысяч квадратных метров. И открыт был для свободного посещения. Специалистам и любителям спорта было не только на что посмотреть, но и, как говорится, потрогать. Мы тоже не остались в стороне. По обыкновению начались силовые зарядки в ауле Батыров. После общей физической подготовки приступили к занятиям по отработке специальных навыков на современных тренажерах. Благо, в них недостатка не было. Причем приятно удивляло и то, что произведены они на российских предприятиях и одинаково пригодны для начинающих спортсменов, так и для зрелых мастеров и ветеранов. И порой присущий спорту дух состязательности сводил на площадки весьма разновозрастных физкультурников. Впрочем, вне зависимости от показанных результатов, проигравших не было. В числе гостей физкультурники столицы Чувашия, специально приехавшие на форум, чтобы посетить спортивный парк. Сам я очень люблю физкультуру и спорт. И понятно, что можем заседать, дискутировать. А здесь можно в реальности посмотреть, какие виды спорта, какие тренажеры, какие дисциплины. Можно привить и открыть для себя что-то новое. Форум – это еще и площадка для презентации новых проектов. На пленарном заседании в Казани общественности были представлены киберспортивные игры будущего. В ходе пленарного заседания вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил дополнить традиционную олимпийскую триаду «Тело, воля и разум» четвертым компонентом – технологиями. Первый шаг к играм будущего – это создание принципиально новой технологической платформы, которая позволит объединить спортивные состязания в реальном и виртуальном мирах. На ее основе будет запущена международная социальная сеть и видеосервис для миллионов прогрессивных людей по всему миру. Один из отечественных образовательных центров может стать штаб-квартирой движения «Фьючерес», центром притяжения различных международных инновационных организаций и институтов, новым технологическим кластером и витриной инноваторской мысли. Наша страна обретет дополнительный рычаг стратегического влияния на развитие всего человечества. Планируется, что в программу будущих игр «Футурис» войдут 15 высокотехнологичных дисциплин – робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность. Участники и гости форума могли и себя попробовать роли киберспортсменов. Ну а мы пообщались с пилотом дронрейсинга Вадимом Дзема, который, прежде чем подойти к микрофону, дал нам мастер-класс. Спорт очень разнообразный. У него есть несколько составляющих. Это симуляторы. Можно гоняться в симуляторе на компьютере. Тоже официальный вид компьютерного спорта России. Можно гоняться на уже собранных дронах. Есть механики, которые вам собирают. Вы можете на них гоняться сразу на треке. И можно все сделать в совокупе. То, что собрать самому дрон, настроить его и полететь на нем на треке. Уже пытаются развить это направление, чтобы человек сел на дрон и полетел, как в настоящем гоночном болиде. Но пока что автоматика еще не на таком уровне. Мы ждем, конечно, прогресса технологий. Пока что это опасно. Поэтому летаем, сидя в шлеме виртуальной реальности. Впрочем, на форуме удивляли не только представители киберспорта, но и классики олимпийского движения. Оказалось, что Международная Федерация водных видов спорта имеет в Казани свой центр развития. Чтобы оценить уровень и значимость этого объекта, даже не надо было посещать Казанскую базу Фина. Достаточно того, что в мире их всего четыре, а три старших брата находятся. В американской Флориде, Сенегальском Дахкаре и Таиландском Пхукете. Центр был открыт в 2018 году. И сегодня по программе «Фина» в плавании и прыжках в воду проходит обучение, специальную подготовку 24 спортсмена из 13 стран мира. Этот проект практически предоставляет возможность реализации стипендиальной программы. К нам приезжают спортсмены из всего мира, которые из слабо- либо средне развитых стран, и готовятся в Казани основным стартом. Это чемпионат мира, это Олимпиада. Планы на будущее. Это развитие не только спортивной составляющей, предоставление возможности нашим ученикам получить стипендию по образованию, учиться в России и думать про карьеру после спорта. То есть это очень важно, что эти спортсмены по возврату из Казани получают диплом и могут дальше развивать водную виду спорта, плавание, прыжки в воду в своих странах. В числе стипендиатов второго набора член сборной Нигерии по плаванию Хабибат Акунбанво. Специализации, которые кроль на груди и комплексное плавание первые занятия в Казанском центре принесли ощутимые результаты. На чемпионате Татарстана она в принципе установила два новых национальных рекорд. Я на самом деле очень благодарен за тот шанс, который Финна предоставила, то, что я нахожусь в Казани, я могу встретить спортсменов из всего мира и, конечно, развивать совершенство от своего плавания. Кстати, на последней Олимпиаде в Токе в составе сборных команд своих стран выступило 10 учеников Казанского центра. А может ли получить стипендию Финна российский плавец? И на этот вопрос мы получили исчерпывающий ответ. Наша как-то ингеренция это взаимодействие с международной федерацией и с национальным. Опять, есть Всероссийская федерация плавания, которая отвечает за развитие всех регионов и плавания в России. Конечно, Казань готова как площадка принимать и взаимодействовать со всем регионом. Я думаю, что это уже есть на самом деле проведение и учебно-тренировочных сборов, и проведение чемпионата в России, который у нас ежегодно практически проводится в Казани. Но, естественно, это основная роль федерации плавания, конечно, Всероссийская. Мы пожелали удачи уроженке нигерийского Лагоса. Но а на память пополнили свой архив фотографии с будущей, как минимум, чемпионкой Африки. Ну и, конечно же, какой-то Тарстан без КамАЗа. На территории спортивного парка разместилась площадка самой титулованной автогоночной дружины России – КамАЗ-мастер. Правда, шум двигателей в первый день мы не услышали. Зато дыма драк-рейсинга хватило нам по полной. На том и попрощались с гостеприимной Казани. Ну и какой же выпуск без игровых видов спорта? Сегодня мы расскажем о мастерах оранжевого мяча. Начнем с мероприятий, которое провела профильная Республиканская Федерация в столичной спортшколе имени Грекова. Поводом для визита в столичную школу баскетбола у экс-президента Республиканской Федерации, а ныне начальника управления физкультурой и спорта Чебоксар Сергей Худаев был более чем весомый. В конце прошлого спортивного сезона профильная общественно-спортивная организация получила грантовую поддержку от Федерации баскетбола страны. Хочется сказать слова благодарности Российской Федерации баскетбола, а конкретно Андрею Кириленко, что он наконец-то услышал, что в региональных федерациях все обстоит хорошо и выделил грант для Федерации баскетбола Чуваши в размере 800 тысяч рублей. Выделенные средства были направлены на закупку спортивной формы для воспитников Чебоксарской школы баскетбола. И вот на старте нового сезона прошла церемония ее вручения. Александр Панев баскетболом занимается уже 8 лет, но профессиональную игровую обувь такого класса получил впервые и был тому очень рад. Так что сразу же после церемонии опробовал обновку в деле. Кроссовки стоимостью 10 тысяч рублей на ногу сели. Кроссовки классные, сам это вам очень понадобились сейчас. В сезоне очень нужно, особенно на уровне России, когда играем. Вот две пары уходят на тренировки, на соревнованиях всегда нужно. Не остались без подарков от Всероссийской Федерации представительницы прекрасной половины, воспитанницам Надежды Веремей, был вручен комплект игровой формы с символикой клуба «Чебоксарские ястребы». Я занимаюсь баскетболом три года, и только в этом году мы сможем играть в настоящей профессиональной форме. В баскетболе первые впечатления о команде складываются по форме. И боевой дух нам придаст название «Чебоксарские ястребы», которое написано у нас на груди. Подарочный набор от Всероссийской Федерации дополнили и баскетбольные мячи, которые в деле проверили будущие мастера оранжевого мяча. Баскетбол становится популярнее. Если вы хотите попробовать себя в баскетболе, приходите в спортшколу имени Грекова. Набор с 8 лет еще продолжается. У юных спортсменов в предстоящем воскресенье будет возможность лично поблагодарить президента Всероссийской Федерации баскетбола Андрея Кириленко, который станет почетным гостем церемонии открытия Центра уличного баскетбола на набережной Чебоксарского залива. Год назад на базе Чувашского государственного педагогического университета была открыта школа шахмат вице-чемпиона мира Сергея Корякина. Первый день рождения подопечный Сергея Александровича, как и полагается, отметили турниром. Первый год обучения, конечно, были, будем так говорить, начиная с шахматиста, да, и в основном школьники. В этом году мы планируем, что будут заниматься и студенты, да, уже есть ребята, которые желают, да. А что касается все-таки популяризации пропаганды, школа Сергея Корякина – это все-таки спортивное направление, поэтому у нас группы комплектуются, ну, будем так говорить, для начинающих и уже для готовых спортсменов, да, которые будут стремиться побеждать республиканских и высших соревнований. Впрочем, одним турниром подопечные школы Корякина не ограничились. Пока юные подданные королевы Каисы сражались за перенство, любители этой интеллектуальной игры разных возрастов повышали игровой класс на открытых уроках, организованных наставниками. 17-летний Артемий Максименко в шахматы пришел, имея за своими плечами 7 лет занятий самообороной без оружия. А с шахматами увлекся 3 года назад. Игровой опыт нарабатывал в интернете. Практика показала, для успешной игры необходимо знание теории шахмат. И день открытых дверей школы Корякина стал прекрасной возможностью реализовать задуманное. Шахматы для меня сегодня это просто как активное хобби, увлечение. Мой досуг, помимо школы, как-то расслабляться. То есть больших спортивных планов вы не строите? Больших спортивных планов не строю. Жизнь как-то связывает с этим, зарабатывать, возможно, в дальнейшем не планирую. Но просто как досуг. Что же касается спортивного итога, то лучший результат в турнире, по быстрым шахматам, в котором приняло участие 32 спортсмена, показал 12-летний Максим Михайлов, набравший 6,5 очков из 8 возможных. За прошедший год я смогу поднять свой рейтинг на 400 очков. Второе место у Федора Смирнова с таким же результатом 5,5 баллов. Но третью строчку заняла Мария Сидорова. Все участники получили специальные призы от вице-чемпиона мира по шахматам. Эта информация завершает выпуск нашей программы. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и занимайтесь спортом!